доброе всем утро хочу вам показать какие меня рулеты вышли и разрезать с вами один смотрите какой шикарно санит по один потолще и кривоватый а другой прям шикарный разрежу не знаю вот этот наверное сейчас посмотрим что там смотрите какая красота я все-таки маленький разрезала он шикарен но это жопка классный сейчас будем пробовать я уже дома знаете что мне захотелось картошки знаете какой искусственный вот этой в общем у нас стаканчик не продается но продается вот такие вот они там в пакетиках вот в таких там в общем воду с молоком надо это заделать я заехал в лидл за молоком и такая стою уже у кассы вот расплачиваться и понимаю что молоко то я не взяла поехал за молоком называется бегом за молоком взяла вот я сегодня допоздна скажем так работала так жирать охота а вы чё думаете то я же вчера это селедку посположила размораживаться гляжу она у меня почти разморозилась думаю дай-ка я ее почищу так надо там написано вот так и помешать подождать в общем разделала селедку думаю ну и чё я ее разделала то чё она у меня будет разделанная вонять селедку под шубу вчера ночью уже сделала друзья пипец думаю ну а чё селедка будет стоять смотрите с розовым майонезом вкусно пахнет как и в общем здесь пол селедки у меня а остальные пол селедки я замариновала с лучком и с этим плохо открывается этот штук и с уксусом немножко о боже какой запах друзья это просто капец какой-то в общем сейчас буду захотелось это вот пюрешки искусственной с селедочкой рай райское наслаждение так смотрите все заварилась правда она вообще не соленая ой да прям картошка настоящая настоящая надо масло сюда добавить в общем у меня почти все салаты готовы сейчас я поем подыхаю и сделаю закусочку вот это вот из крабов и все а замариновать надо утиную грудку пока пойду переоденусь чай там с моим рулетиком тает во рту а не в руках правда вот так много получилось что будем еще месяц-два жрать вот так у нас ночью такой опять петроган был вот знаете днем нету а ночью поднимается и я боюсь что мое белье у все улетело они не улетела смотрите все крепится нормально а я тоже думала что нафиг надо будет так дымом пахнет собирать они ну так закрутилась маленечко но зато не улетела никуда прохладненько не мая месяц сейчас соберу его хотя на солнышке тепло типа греться пришел да типа греться пришел он сейчас боится подниматься стреляют поэтому я сижу дома а так скажи я люблю греться до мое счастье давай грейся пока буду собирать белье грейся давай грейся любовь моя неземная делать не нечего надо вот кутку потом но там она маринуется 15 минут поэтому поэтому буду кофе пить смотрите вот этот цветок навернулся вообще он никакой даже и не знаю до нового года не дотерпел я его сейчас отсюда беру и поставлю вот этот потому что этот вообще какой-то беда пипец это тоже чахнет весь вот так вот фигня на постном масле блин видите он снег кружится летает 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 и и позем каю крутя заметает следы заметает дальше не знаю нифига собралась я тут посудку помыть блин дверь открыта а воды горячий коррентадор этот обогреватель воды он у нас это от газа никак не включается твою дивизию у меня тут видите что в общем звоню мужу говорю что за фигня не могу включить короче наорала на него вот ремонтирует пошел в машину за этим за инструментами и чарли заодно с собой взял ну наде будем надеяться сделает а иначе мы будем сидеть сегодня сегодня ну до суббота наверно все откроется не ну думаю сделаем смотрите какой у меня укроп красивый видите укропчик какой шикарный мята смотрите какой классный вкуснятина здесь зимой все растет быстро классно а летом ничего не растет от жары надо кстати чай с мятой сделать а сколько на среднем еще мало 5 часов ну и уже сыр нарезала так по мелочам эти приготовила на выброс так сыр нарезала а фуэт надо еще нарезать чтобы уже такая тарелка можно ее знаете уже и на стол класть потому что холодрига дома ну мы бы привыкшие зато спать знаете как спать классно когда прохладно ну правда у меня обогреватель включаю я где-то часов 7 включаю обогреватель в комнате но все равно вот так вот лежишь вся в одеяльке такая закутанная так уютно и вообще знаете я в интернете же читала и вам говорила несколько раз что есть такие научные сведения что чем тяжелее одеяло тем лучше мы спим то есть когда мы чувствуем на себе что-то тяжелое что-то такое вот ну и конечно не 5 тонн то как бы в мозг какие-то там связи передаются что вам уютно хорошо и вы под защитой и спите намного крепче кстати с собакой спать тоже намного приятнее и тоже научное исследование что когда вы спите с собакой вам это дает какой-то как это называется это ну что вы знаете подсознание на подсознание что вас охраняют вот так как-то так что вот так вот я и тяжелый одеяло а вот и правда вот я летом даже сплю мне нужно что-то на себе чувствовать что на мне что-то вот лежит хе 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 хи хе 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 не кто то а что то вот тогда я сплю хорошо и вот знаете только одни нос торчит и ты там так тебе хорошо и так уютно жаль что я спать не люблю хе 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 а то бы кайфовала вдвойне чайок заварить. Какой-нибудь вкусный. Я же вот покупала. Хотя я уже и кофе, и чай выпила. Придется бистеиновый какой-нибудь. Ай, у меня же с молоком. Блин. С молоком я тоже не хочу. Ну, сейчас найду какой-нибудь мне чайок дофига. Так что, поищу. Сижу в телефоне мужа. Вы, кстати, глядите сообщение в телефоне мужа? Я, да. Потому что у него там группа находится. Его родственников. Я раньше тоже состояла в этой группе. Но так как их там дофига и больше. И вот телефон постоянно трещал и трещал и трещал. Ну, а я же любопытная. Мне же нужно знать, что там пишут. И все. Вышла из группы. Ну, его нафиг. И вот вечерами сижу, штудирую, что там нового. А он вообще не читает эти сообщения. Вот сейчас племянница, оказывается, ему заказала эти наушники, чтобы телевизор смотреть. А я сидела в этом. Потому что те наушники, которые у нас были, они что-то сломались. И вот она ему сделала подарок такой. И вот ему пишет, что они уже пришли. Где там она заказывала? Не знаю. Он даже не знает об этом. Вот я ему сообщила новости. И вот тут они все друг друга поздравляют. А вот так как в этом году нельзя нигде с кем-нибудь встречаться, поэтому вот так вот, типа, шлют всякие разные видео с прошлого года, как они отмечали в прошлом году все вместе. А в этом году ну и они и сами не хотят, чтобы, знаете, ну понятно, почему не хотят. А вот разные, чтобы никого не заразить, никто не заболел после таких праздников. ты моя рыба, ты хочешь поиграть? Да? Иди поиграем. Иди поиграем. И я вот таким образом тоже в курсе событий нахожусь. А тут две группы большие. Поэтому пока все прочитаешь, а у них по 60 сообщений, по 100 сообщений. Но все одно и то же. И вообще сегодня телефон не умолкает. Все эти открытки пересылаются от одного к другому, от третьего к десятому. Кстати, обогреватель уже готов. Его отремонтировали. А представляю, если бы его не отремонтировали, мы бы сидели сегодня и завтра без горячей воды. В тазике грели бы, как старые были времена. Ну и что? Да? Давай тебе кину игрушечку. Давай, на. Вот так вот, вот так вот. Поиграй, поиграй. Поиграй, моя рыба сладкая. Любовь моя неземная. Да, вот так, на своей кроватке. Да. Короче, это наш стол. Моя утка. Кстати, это не горелая. Не горелая на камере так. Но на вкус она очень вкусная. Ну как без селедки под шубой? Никак. А это вот крабовый салат. Крабы там, яйцо, лучок, нарезочка такая вот, фуэт, сыр. Это моцарелла и мармелад мембрийный. У нас сегодня будет без алкоголя, потому что муж болеет, у него там бронхит, все дела, антибиотики. Так что, компот. А я не против, в принципе. Вот так вот скромный наш новогодний обед. Ну и что? Всех с праздником! А я уже в халате, умытая, по-домашнему. И мне так даже больше нравится. Так что, еще раз всех с праздником! Всем пока-пока! Пока!